Повгрипп, многими известный как спорогрипп, считается одним или даже самым имбовым растением в ПВЗ из-за видео-челленджа без подсолнухов. Так еще и настолько, что в самом популярном западном тирлисте он даже на первом месте. И это полный бред! И сейчас я расскажу почему. Но перед этим я бы хотел вам порекомендовать канал TT Bones Alive. Он снимает видео по ПВЗ и по другим играм. Ну и на этом все, я ХЗ, что еще говорить, поэтому перейдем к видео! Для начала я бы хотел объяснить почему я не называю его спорогрибом. В растении против Зомби 2, а именно в мире Neon Mixtape Tour, есть такое растение как споршрум, что буквально переводится как спорогриб. А тот гриб, который в Руси в катере ПВЗ называется спорогрибом, это павшрум. И если павшрум это спорогриб, то что такое споршрум? Именно поэтому я все-таки называю этот маленький грибочек ПУВГРИБОМ. Но что же все-таки такое ПУВГРИБ? ПУВГРИБ – это гриб. В игре про растения он стреляет спорами на маленькой дистанции, а если быть точнее, примерно на две с половиной клетки, что позволяет ему убить обычного зомби. Его слабость является его силой, потому что его слабая мощность, так еще и вместе с тем, что он является ночным растением, сделала его цену нулевой, позволяя его спамить, что дает возможность защититься от зомби на начальных волнах ночью. Из-за этого ПУВГРИБ является самым важным растением на ночных уровнях. Четыре года назад западный ютубер Шайгай Маск сделал видео о прохождении растений против зомби без вырабатывателя солнца, а после этот челлендж также повторили некоторые русские люди. Из-за запрета на сон-продюсеры на ночных уровнях приходится довольствоваться только ПУВГРИБом, который благодаря своей особенности, а именно быть бесплатным, проходит все ночные уровни. Это главная причина, почему люди стали считать ПУВГРИБ им бой, так как он позволяет пройти уровни ночью не тратя солнц. Также в этом же челлендже он является неплохой мини-защитой, которую можно спамить, чтобы замедлять зомби на дневных уровнях, и благодаря ему можно даже убить Гаргантюа ледяным горохом, постоянно сажая его с имитацией под удар гиганта. Именно челлендж без подсонахов и солнца грибов больше всего повлиял на мнение людей об этом маленьком грибе, из-за того, насколько сильно он в нем помогает. Что привело к тому, чтобы ПУВГРИБ нерфили в ПОЗЕ-МОДАХ. Почти каждый ПОЗЕ-2 мод нерфит это не растение, да и в оригинальной второй части его тоже ухудшили, но там это сделали потому, что грибы теперь можно использовать днем, и днем это действительно имба. В модах же в дневное время их использовать нельзя, но несмотря на это, им все равно дополнительно еще и делают в два раза меньше урона, и я это ненавижу. ПУВГРИБ и так теперь даже не может в одиночку убить обычного зомби, так он и все еще пропадает, несмотря на такой нерф, что я считаю полнейшим бредом севой кобылы. Его понерфили также и в некоторых ПОЗЕ-1 модах, например в ПОЗЕ-Экспаншн, также известный под старым именем ПОЗЕ-ремастеред, который значительно уменьшил ему радиус. Но самое удивительное, это то, что ПУВГРИБ понерфен в брутале, в моде, где все остальные растения бафнуты. ЗАЧЕМ? Вообще непонятно, почему китайский модер вдруг возомнил себя ребалансером и ухудшил ПУВГРИБ. В общем, многие ПОЗЕ-2 моды и даже некоторые ПОЗЕ-1 моды нерфят ПУВГРИБ. И несмотря на то, что ПУВГРИБ ослабляет почти в каждом ПВЗ-2 моде, самый худший ребаланс находится в одном из модов на первую часть, и это ребаланс ПУВГРИБа в ПВЗ-ревокет. Не только за него теперь нужно платить, так он еще и стал слабее. Это худшее, что происходило с этим грибом в любом моде. Серьезно, делать его платным, так еще и делать его хуже? Я не знаю, что тут сказать. Перейдем к тому, почему я считаю, что ПУВГРИБ переоценен. Ну вот мы наконец-то и подошли к главной части этого видео. Почему же все-таки я считаю ПУВГРИБ переоцененным? Вернемся к челленджу Шайгай Маска. Как вы знаете, благодаря грибу этот челлендж возможен ночью. Но это еще не значит, что ПУВГРИБ имба, ведь можно посмотреть на это с другой стороны и сказать, что это просто уровни оригинала легкие. Пройти ночью ПУВГРИБами это не сложно, но пройти чем-то кроме них еще легче. Получается, все растения являются имбой. Также днем он, как мини-защита, полезен только в челлендже без подсолнухов, так как при нормальном прохождении намного полезнее выбирать дополнительный инстакил. Да и вообще, в хардмоде без подсолнухов я его использую днем только два раза. То есть даже в безподсолнуховом хардмоде дневной ПУВГРИБ не так уж и нужен, и вместо него полезнее взять инсту, защиту или могила ед. Еще один аргумент за то, что ПУВГРИБ является имбой, это то, что из-за нулевой цены отдача урона по сравнению с затраченным солнцем является бесконечной. Но это на самом деле не так. Во-первых, ПУВГРИБ это ночное растение, поэтому из его цены отнимается за это солнце, а также в ПУЗ ты тратишь не только солнце. Кроме них, есть еще много очень важных факторов, такие как перезарядка, клетка и слот. Ты тратишь слот, чтобы взять ПУВГРИБ, и когда ты его садишь, ты тратишь клетку на поле и запускаешь его зарядку. И все эти вещи важны для баланса вселенной ПУЗ, и которые забывать нельзя. И это все причины, почему ПУВГРИБ не является имбой. ПУВГРИБ ПУВГРИБ это одно из самых переоцененных растений в игре, из-за того, что иллюзии его имбовости создали ПВЗ челленджи на ютубе, в то время как на самом деле с его балансом все нормально. И даже если бы он был имбой, он в любом случае не заслуживает быть на первом месте в топе растений ПВЗ. То, что он очень хорош ночью, и то, что он может немного сталить на первых воднах дневных локаций, не означает, что он круче, чем ледяной арбуз и другие сильные растения, которые, в отличие от гриба, хороши в поздней игре, которая важнее начальной, так как поздняя игра может длиться бесконечно, а начальной волны нет. Да и вообще, не смотря на то, что тир-лист этого Шайга и Маска является самым популярным тир-листом растений ПВЗ, он на самом деле очень бредовый. Если вы хотите видео на эту тему, то вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Также поставьте пожалуйста оценку этому видео и напишите комментарий. Вы также можете мне задонатить, если хотите, и присоединиться к моему дискорд серверу. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok